Процедура добровольной дактилоскопии сама по себе не нова и в России практикуется почти 10 лет. Но оставляют отпечатки пальцев ленинск-кузнечане неохотно. У многих дактилоскопия вызывает стойкую ассоциацию – база данных преступников. Но на самом деле, уверяют сотрудники миграционной службы, в современном мире без биометрических данных не обойтись. Никто не застрахован от опасных жизненных ситуаций, в которых необходимо установить личность человека и оказать ему помощь. В данной ситуации необходимую помощь поможет оказать имеющаяся дактилоскопическая информация, которая находится в единой базе данных. Таким гражданам, как люди преклонного возраста, дети, которые в силу своего состояния здоровья либо возраста не могут назвать свои установочные данные, адрес места жительства, таким категориям граждан дактилоскопическая регистрация просто необходима. Добровольная дактилоскопическая регистрация может стать страховкой от несчастных случаев. Гарантировано установление личности при порче документов. Индивидуальные рисунки неповторимы и за годами не меняются. Поэтому их можно считать самым главным документом, подделать который невозможно. Процедура бесплатная и безболезненная. Пять минут и все готово. Теперь этот листок поместят в базу данных и мои отпечатки будут храниться 85 лет. А если захочу, напишу заявление и мои отпечатки пальцев будут аннулированы из базы данных. В западных странах дактилоскопия уже давно обязательна. И возможно уже в следующем году отпечатки пальцев потребуются для получения заграничного паспорта с дактилоскопическими параметрами. В 2013 году планируется выпускать новые заграничные паспорта, в которые будет в данный чип внесены сведения о его идентификации личности, таких как отпечатки пальцев. Миграционные службы заверяют, что опасения незаконного использования личных данных напрасны. Сведения хранятся в режиме служебной тайны. Пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию вы можете в отделениях миграционной службы по месту жительства. Галина Елена, Алексей Зоркальцев, Ленинск ТВ